коллеги всем доброе утро подскажите меня видно и слышно всем отлично вижу плюсики в чате и так мы с вами сегодня начинаем нашу презентацию посвященную цепочке отелей бору зовут меня анна кондратова да являюсь представителем сети борут hotels на рынке снг и с вами мы сегодня поговорим безусловно о новинках будущего сезона двадцать четвертого года да вот ну и безусловно поговорим также о особенностях продажах нашей сети а вот сразу говорю с самом начале до коллеги что я не буду давать информацию которую вы спокойно за две минуты найдете на сайтах в описании отеля на нашем сайте я имею ввиду максимальное размещение площадь номеров количество ля картов и так далее тому подобное а мы с вами в основном поговорим о ту информацию которую вы как раз таки в каталоге и либо на сайте не найдете по сути дела да у нас с вами будет небольшой рекламник доставкой цепочка у нас большая с вами а вот поэтому если будут вопросы коллеги рекомендую как раз таки задавать во время обсуждения отеля потому что повторюсь цепочка большая да если я буду отвечать на вопросы ваши в конце презентации той мы не поймем от или был задан вопрос вот но сейчас пока у нас с вами потихонечку да я вот смотрю постоянно увеличивается количество слушателей поговорим об общей информации по цепочке отелей барута барута вообще одна из самых первых турецких цепочек нам исполнилось исполняется 53 года до состоим мы из нескольких отелей четверки четверочки есть и пятерочки есть вот в разных регионах но что объединяет абсолютно все наши отели но во первых это у нас с вами контингент кто хоть раз сталкивался или продавал барута отеля да знает что у нас привалил европейцы среди отдыхающих и традиционно для нас характера небольшой процент суммарно русскоговорящей клиентуры в наших отелях в летнем сезоне это бывают максимум 30-35 процентов а вот в принципе летний сезон мы стараемся играть именно выбирать языковое ассорти да а вот у нас примерно 30 процентов англичан 30 процентов русскоговорящих людей 30 процентов немцев да и 10 процентов по сборной мира включая местных туристов вот русскоговорящий персонал имеется во всех наших отелях далее обращаю ваше внимание как продажников на тот момент что все наши отели спокойно размещают одиноких мужчин в номерах поэтому даже без запросов вы спокойно бронируетесь по подбору тура если вы коллеги вдруг получаете отказ а то именно по этой причине да а вот не бойтесь не стесняйтесь бороться за свою заявочку звоните туроператором обращайте их внимание что обороты отсутствует в этих легендарных списках на сайтах то да вот и вашу зарядку будут повторно отправлять на запрос дело в том что у нас с вами иногда туристы и не туристы туроператоры на автомате ставят отказа по таким заявочкам на уже и вот иногда бывают вот такие вот путаница далее коллеги еще одна общая черта для наших отелей это наличие керти-сюрум во всех пятизвездочных отелях наших что такое керти-сюрум это специальная комната общего пользования да с душевыми комнатками для переодевания туалетами для рано заезжающих поздно выезжающих гостей дело в том что мы постоянно стоим в стопах да вот даже сейчас например та же самая барутлара которая наша самая большая на данный момент она у нас практически полностью продана до конца февраля вот и то есть с ранним заездом с поздним выездом да у нас даже за дополнительную плату бывают очень большие проблемы вот поэтому такая услуга является выходом из этой ситуации да услуга у нас он не предоставляется абсолютно бесплатно а вот если туристам нужен гарантированный ранний чекин или поздний чек-аут сами прекрасно знаете стратегия характерна для всех стран всех отелей мира это добронь суток да через туроператора у нас с вами противном случае все только по фактическому наличию номера на месте за дополнительную плату далее коллеги еще одна общая черта для наших отелей это наличие концепции отдыха для малышей которые называются программа для возрасте 3 лет а не до того как в других отелях абсолютно бесплатный без депозит ваши семьи с малышами такого возраста получают колясочки баночки горшочки радионяни и так далее причем вам как турагентам не нужно делать при планировании примечания в аучере или писать письма счастья в отель сотрудники ресепшн при заселении спокойно видят возраст ребенка да вот они же берут паспорта вот и поэтому всем мамочкам предполагается при заселении вот такая вот анкета с правой стороны да где они там крестиком галочкой помечают все что им необходимо это приносит номера обращаю ваше внимание бесплатно и без депозитов то есть все оформляется сугубо на месте а вот действует концепция во всех отелях даже в наших четвертках не было еще такого случая чтобы какому ребенку чего-либо не хватило да вот поэтому можете заранее не переживать но от общих черт отелей мы с вами перейдем непосредственно к отелям и если у нас с вами кто-то продает зиму монтанью то самый востребованная у нас с вами слайд безусловно пропадает зиму на данный момент это химера лара и вот обращаю бассейн с морской подогревом имеется только у нас вами в бару ларе ну а теперь мы с вами перейдем к отеля и презентация моя построена по ценовой политике соответственно начинаем самого бюджета мы переходим к самым дорогим вот такой моментик да начинаем с региона седе и постепенно будем двигаться итак первый отель что мы с вами сегодня обсудим это одна один из самых известных наших отелей это бород би сюрс который это отличается от отелей ведь с дня открытия работал только на поэтому и на требования и пожелание до контактов пожелание а здесь все она раз к ней полностью оборудован до тостера есть все так у нас с вами технические проблемы вижу так давайте тогда коллеги попросим техники нас просят отключить камеру мы с вами по звуке чтобы что к сожалению отелях да тоже нужно с гостиницы на обычном гостевой вай фай и да поэтому прошу прощения вот такая ситуация происходит с вашего позволения отключаю камеру и нас с вами пойдет только звук вот и так надеюсь сейчас будет с вами получше и так ворудование все номера с кухней а вот благодаря чему у нас с вами в подборе тура выбор из нескольких систем питания это у нас с вами завтраки полупансион и все включено коллеги будьте пожалуйста внимательны да при подборе тура первая самая лаковая цена может быть не все включено а скорее да это у нас с вами получается автоматически все выключено вот и так курсор надеюсь вам виден теперь на картинке да вот и так номера у нас с вами все двухкомнатные сьюты где у нас с вами родительская спальня с раздвижной дверькой и салон с кухня где два стоящие буквы г дивана являются спальным местом для детей поэтому в данном случае у нас с вами максимальное размещение 2 плюс 2 либо 3 плюс 1 самый частый вопрос от ваших коллег в этом случае у нас с вами можно ли четвертого человека под запрос коллеги мои не просто так и говариваю что у нас с вами г-образный диван буквы г как видите одна сторона покороче да вот поэтому здесь максимальное размещение 3 плюс 1 когда вы мне предлагаете поставить экстра бэд диваны не раскладываются то единственный вариант куда их можно поставить это вот здесь да соответственно проход по номеру будет затруднен вот и так все номера у нас с вами с душем обращаю внимание и прошли реновацию 22 году кто нас видел до этого мы стали более веселой расцветочки да такой вот у нас появилось два телевизора в каждой комнате да и так далее далее коллеги не бойтесь понятия апарт отеля все равно вся классическая турецкая инфраструктура здесь присутствует да пусть даже вот а-ля карт ресторан пусть один но тем не менее для системы питания включено один раз за неделю отдыха посещение бесплатно далее центр у нас благодаря винователю у нас полноценным как у пятизвездочных отелей появилась у нас с вами сауна вот далее хотела бы сделать упор на детскую инфраструктуру поскольку детки это самый любимый контингент отеля и вспоминая его по скандинавскую историю можно просто догадаться что есть необычные такие моменты помимо детских мини клубов и детских площадок у нас есть такая редкость как два детских бассейна один из которых вот этот круглый это у нас с вами бассейн для инфантов всего 30 сантиметров глубиной и вот это у нас с вами рядом прямоугольный бассейн для семьи с детками постарше 60 сантиметров глубиной да для сравнения стандарт Турции один детский бассейн 40-45 сантиметров глубиной да то есть скандинавы более тщательно подходят к разным возрастным группам вот тоже редкость для четверочек да это у нас с вами детский мини кинотеатр вообще редкость турецких отелей левая нижняя фотография это бэби лаунж это у нас с вами своеобразная комната а именно для семей с инфантами для при раннем заезде и позднем выезде где можно прийти перепеленать покормить положить спать здесь есть резатта для бутылочек микроволновки все чтобы можно приготовить кашку в походных условиях пока туристы ждут трансфера или номера эта услуга у нас с вами бесплатно для наших гостей с инфантами вот далее еще одна редкость турецких отелей правая нижняя фотография это комната прачечное самообслуживание вот здесь как вы видите стиральные машинки сушильные машинки а услуга эта предоставляется за дополнительную плату да вот и бронируется на ресепшн вот так как много клиентов у нас приезжают с детьми и много на длинные сроки далее коллеги когда речь у нас с вами заходит о четверках в анталии то как правило самый первый вопрос у любого турагента это что же у нас с вами с пляжем какая-то линия и так бород без ютс спасибо google map да мы с вами спутником можем все теперь наблюдать воочию вот и так бород без ютс находится над второй линии вот он у нас с вами и до моря да туристы идут вот по такой вот дорожке 250 метров это коллеги не алания ни трассы ни туннели по пешеходной тротуарной аллейке поэтому тут даже нет трансфера да это буквально даже с колясками пять минут вот те кто думает что тут далеко рекомендую вспомнить мою барутлару на первой линии где от главного корпуса до моря 350 метров да вот и так туристы попадают на променад региона седэ до античного города здесь почти 8 километров поэтому не надо советовать туристам прогуливаться прямо до античного города вот и сразу же наш пляж гостей встречает на пляже бич бар он же снэк бар с обедом с алкоголем с вайфаем вот и несмотря на вторую линию да обращаю ваше внимание что вайфай у нас с вами на пляже тоже есть и абсолютно везде бесплатный как и в номерах поселок еврентики славится своим песчаным пляжем и очень сильно пологим заходом в море реально до глубины идти далеко далее коллеги глядя на эту фотографию да со спутника есть момент который смущает всех турагентов это наличие речки рядом вот с речкой у вас у всех связано три любимых вопроса да это комары это запах и не холодная ли вода не разбавляет ли она нашу воду и так это действительно горная речка она не стоячая благодаря чему да у нее нету запаха да и комаров здесь не больше чем в любом другом отеле вот а еще один показатель чистоты это то что в устье этой реки у нас с вами обитают черепахи которые вы видите на любом магнитике в Анталии вот это левая верхняя фотография лично своего телефона да каждое утро по пятнадцать двадцать крупных особей да приплывают на радио с нашим самым маленьким гостям вот на этом мостике да каждое божье утро вчера сегодня завтра да все туристы этих черепах кормят ну и самый же матрепещущий вопрос так как это горная речка да не разбавляет ли она нашу воду еще раз обращаю ваше внимание да на где находится наш пляж да да и посмотрите в какую сторону разворот сделан у устья реки да то есть в нашу сторону эта вода не попадает итак Барут Би Хьюз это у нас с вами чисто сезонный отель который мы рекомендуем для спокойного отдыха семьи с детками вся жизнь отеля она подстроена под детское расписание у нас даже нет дискотеки при отеле поэтому максимум двадцать три часа и жизнь в отеле затихает что касаемо контингента по языковому принципу то так как это бывший скандинавский эксклюзив то у нас примерно пятьдесят процентов скандинавии пятьдесят процентов сборные мира наших туристов в летнем сезоне где-то двадцать двадцать пять процентов непосредственно летом простите но на крыльях сезона так как у скандинавов в счет более короткая чартерная программа да у нас с вами это в апреле и октябрь ноябрь в основном в отеле превалируют русскоговорящие и турецкие местные туристы вот куда выйти за территорию отеля здесь тоже проблем нету как вы видите в Ринцике один из самых первых туристических районов региона Сиде да поэтому здесь четвертая линия во все уже застроена магазины и так далее все рядом коллеги если у нас с вами вопросы по порогу ищутся ну про любимый пляж это и последнее что я вижу комментарии да вот да поселок в Ринцике в Ринцике безусловно у нас с вами полностью отремонтированный Барут Санбинг если вы помните кто-то возможно в рекламниках видел с моих прошлых презентаций да то Барут Санбинг это у нас с вами был младший брат Барут Бесюца да концептуальный да вот где все номера были с кухней несколько систем питания да тоже такой-то скандинавский мир вот но прошедшей осенью мы закрыли его на реновацию и что же мы там с вами делаем ну во-первых да если раньше у нас в 100% номерах были кухни то сейчас мы в 90% номеров эти кухни убрали вот и соответственно мы уже прошли классификацию как резорт отеля получили пять звезд но так как у нас с вами все-таки в 10% номеров кухни остались то отель продолжает функционировать на трех системах питания но в данном случае это у нас с вами завтраки полупансион и ультра все включено вот далее коллеги отель у нас с вами состоит из двух крыльев параллельных морю абсолютно одинаково да вот это вот жилой блок с главным корпусом да вот здесь у нас находится вся основная инфраструктура отеля и вот у нас с вами надземный и тут же есть и подземный переход на случай дождя ведущий к корпусу либо мы его сейчас называем аннекс корпусу но жилые части они абсолютно идентичны друг другу вот здесь у нас с вами да и бассейны в обеих зонах и детские площадки и снэкбары полбары и так далее вот абсолютно параллельно одинаково не к морю относится и так сейчас мы проводим уже завершаем реновацию номерного фонда у нас появляется масса категории номеров я вам сейчас показываю реальный номер это как раз таки один из десяти процентов номеров которые остались с кухней да система у нас с вами планировочка аналогично борусь родительская спальня с развертной дверькой и салон с кухней да где два дивана стоящие в буквы где являются спальным для детей вот а также здесь везде у нас с вами только души ну и появляется как я уже сказала несколько разных категорий номеров у нас что в бисюте что в сангинге были очень востребованы номера на первом этаже с выходом на лужайку сразу вижу вопрос буду отвечать галина смотрите анекс корпус и главный корпус абсолютно идентичной категории там одинаковые там и там вот вы можете примечание указать но опять же таки обращаю ваше внимание что расстояние до моря идентично корпуса стоят абсолютно одинаково один в один по отношению к морю далее смотрите были востребованы номера с выхода на лужайку на первом этаже вот и в отдельную категорию они выделены не были сейчас мы все-таки выделили вот и это у нас с вами и именно идут делюксют это базовая категория и делюксют с приставочкой террасы да причем можно выбрать как на более тихую спокойную зону сада вот либо в сторону да больших вот этих вот общих бассейнов еще раз покажу вам здесь сверху да зона сада это у нас с вами вот здесь номера находящиеся а пулл сайт это вот первый этаж вот здесь у нас с вами номера находятся вот итак далее по категоренности номеров обращаю внимание у нас появляются свимапы появляются две версии трехкомнатных номеров для больших семей и компаний и так же у нас здесь появляется пентхаус на последнем этаже где у нас с вами на террасе имеется джакузи и вид на античный театр вид античной седе здесь в шаговой доступности вот они у нас эти с вами пентхаусы состоят из двух есть с одной спальни есть с двумя спальни вот далее по инфраструктуре тоже безусловное изменение вот два лякар-ресторана у нас появляется ну и безусловно она на радость нашим маленьким гостям появляется вот такой вот аквапарк он уже смонтирован да вот и здесь за аквапарком у нас с вами уже видно ситуация с морем да мы находимся на второй линии в 600 метрах от моря каждые полчаса у нас с вами курсирует шаттл кондиционированный автобус да пляж у нас с вами песчаный на пляже снег барон живич бар да с инфраструктурой с вайфаем и по точному местоположению смотрите коллеги отель находится на границе двух туристических поселочков региона Сиде это сам Сиде-центр и Сургун по факту мы являемся последним отелем Сиде-центра и вот здесь на пляже стеночка в стеночку с нами идет Суэна Бич Сиде вот облагороженные дорожки я вам сейчас покажу а вот к сожалению не будет так как это не наша территория да это уже в ведомстве мэрии города Сиде вот значит смотрите вот так это у нас с вами в реалии выглядит да вот у нас с вами Сиде-центр прямо рядом находится да вот и вот здесь у нас с вами выглядывает Суэна Бич Сиде то есть мы прямо перед ним на второй линии вот по этой дорожке а вторая третья четвертая пятая линии все сюда свозят своих туристов но наш пляж вот здесь вот самый крайний стенка в стенку Суэна вот напоминаю да ходит кондиционированный автобус и благодаря тому что у нас с вами нет никаких зданий между нашим отелем и морем верхние этажи имеют вид на море по пляжу у нас с вами смотрите какие нюансы так как это практически сургун то при входе в море непосредственно у нас имеется мелкая гаечка вот и по глубине это у нас с вами классический пляж где-то через 5-7 метров у нас с вами начинается глубина это вот полтора метра да и постепенно постепенно начинает углубляться да вот также по пляжу у нас с вами до античного города Сиде всего лишь 10-15 минут пешком если туристы хотят прогуляться по вот этой вот асфальтированной дорожке да которая по которой ездят машины то это у нас с вами займет примерно полчаса потому что придется делать небольшой крюк вот но вся инфраструктура все магазины маркеты и так далее здесь все в шаговой доступности тот же самый байкики макдональдс все буквально в 15 минутах ходьбы вот и так бород бою смотрите как мы продаем если бород без ютс это у нас с вами по сути делает детский сад на выезде то бород боя это скорее всего начальная и средняя школа почему потому что с такими детками они уже постарше с ними можно передвигаться спокойно гулять здесь античный город рядом вот во вторых этим деткам нужен более так скажем они уже учатся плавать им нужен более удобный для этого вход в море все таки без ютс у нас с вами идти далеко отель также чисто сезонный и вся жизнь отеля также как у бород без ютса подстроена под детское расписание отель совсем недавно вышел с эксклюзивности скандинавской в 21 году если быть точнее поэтому на данный момент у нас с вами и отходим мы от скандинавской концепции да поэтому отель сменил название с сан винда на гоя гоя это латинское женское имя радость веселья а вот и соответственно да русскоговорящий персонал на данный момент у нас есть на ресепшн слушаю ваши вопросы коллеги я смотрю печатают буквально коллеги ждем минуточку потому что я смотрю что четыре человека печатают поэтому подождем так 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 сразу вылетела куча вопросов да мини-клуб реновировали безусловно это детский отель соответственно без мини-клуба здесь никак так же как в барубисюте пешком с коляской неудобно лучше все-таки дождаться до автобуса с кондиционером и спокойно доехать 600 метров на автобусе это буквально 2-3 минутки да в систему все включено а-ля-карт будет входить так же как и бисюца рестораны будут работать только на ужин как в классических отелях реновирована вся инфраструктура отеля практически вся включая рестораны а-ля-карты мини-клубы номера аквапарк импорт на алкоголь есть да поэтому ультра все включено новые фотографии значит смотрите отель открывается у нас с вами 1 апреля вот новые фотографии постепенно появляются у нас с вами реальных номеров да как на наших страничках в соц сетях так и в нашем телеграм-канале ссылка на телеграм-канал у нас с вами вверху присутствует так еще один человечек печатает вопрос и с вами будем переходить следующему отелю подогреваем подогреваемые бассейны здесь все коллеги но в начале и в конце сезона сразу по подогреваемым бассейнам на майские праздники ни в одном нашем отеле бассейны не подогреваются все подогревается да но если только у нас с вами очень холодно будет в мае то конечно да а так в основном это начало сезона это у нас апрель месяц далее коллеги мы с вами переходим к следующему отелю это у нас с вами Барут Химера один из наших самых известных пятизвездочных отелей да которые находятся уже в поселке Кун Кёй ну спорное место да поскольку это граница поселка Кун Кёй и Сиде Центр да кто-то из операторов относится к Кун Кёю кто-то к Сиде Центру и так так как этот отель в основном знают все то я с вашего позволения сразу пойду пройдусь по нюансам при продажах и так коллеги левая фотография со спутника да опять же таки спутники это ваши помощники номер один при продажах да вот и так вот он на нашей территории отеля это вот такой вот ромбик вытянутый в сторону моря вот это серая полоса въезд в отель и вот это вот змейка с коричневой крышей это главный корпус и вот здесь такой небольшой аппендикс как говорят туристы это корпус аннекс который тоже соединен с главным корпусом здесь у нас с вами что в главном что в аннексе находятся стандарты которые в брут отелях называются супериорами и фэмили то что в основном продаете вот но также по подбору тура мы с вами видим что в отеле есть номера с приставочкой делюкс все делюкс номера у нас с вами построены во время реновации 2014 года и из за того что делюкс корпуса возводились на уже давно существующей гостиничной территории они фактически получились чуть чуть дальше от моря вот она полоса въезд в отель и вот они раз два три корпусы с серыми крышами это и есть корпуса делюкс мы им построили отдельный бассейн мы им построили снэк бар но до моря идти как вы видите на 50-70 метров дальше чем номерам стандарт об этом просим предупреждать клиентов потому что психология клиента ясна если я прощу больше значит я должен жить ближе а у нас здесь получается с точностью наоборот вот делюкс зона у нас с вами делюкс в принципе да построены по единому принципу смотрите на первом этаже делюкс вимап номера с подогревом зимой на втором этаже делюкс жакузи жакузи на балконе прикрыто этими белыми шторками и выше уже либо делюкс гарден либо делюкс сайт седью делюксы от стандартов помимо местоположения отличаются по сути дела только площадью и если у нас в стандарте максимальное размещение 3 бакса то в делюксе 2 плюс 2 и если у вас туристы по бюджету не тянут на двухкомнатные фэмили не бойтесь им предлагать пусть и однокомнатные но делюкс во-первых это более новые корпуса во-вторых это тихая релакс зона без анимации где детки гарантированно смогут выспаться как в однокомнатном номере размещается семья 2 плюс 2 а вот у нас появились вот такие диваны по сути дела это два совмещенных раскладных кресла где как вы видите разнополые детки могут спокойно размещаться вот сразу вижу вопрос про дорогу да смотрите номеров выходящих на дорогу нет физически да там просто коридоры отеля все номера смотрят только на в делюк зоне только на территорию отеля вот и там еще дальше у нас с вами теннисные корты имеются да которые тоже у нас с вами срабатывает немножко подушки безопасности в плане шума вот далее это первый нюанс по Барутхимере да делюкс дороже но дальше от моря второй нюанс по Барутхимере возвращаемся мы на вот этот вот слайд и смотрим теперь на правую фотографию с дронов с дронов да на территорию отеля вот и глядя на это фото я попрошу вас найти здесь номера с прямым видом на море тишина у нас с вами в эфире да видимо все судорожно пытаются найти да опять же таки да номеров семьи нет ни в подборе тура ни на сайте отеля да вот они существуют только в ваших примечаниях к паучерам вот и в письмах счастья да отелю значит еще раз да не просто так я говорю что спутники ваши помощники номер один да глядя на эту фотографию можно в принципе уже понять да что сивью у нас с вами нету физически да все номера стоят все простите корпуса стоят торцом к морю далее видите зеленейшая территория а вот потом инфраструктура отеля в виде снэк-баров амбитеатров и так далее потом променад регионы седе пляж и только потом где-то море то есть у нас с вами в подборе тура существует только сайт сивью да то есть это боковой вид на море напоминаю на всяких пожарных да вот что боковой вид на море мы можем увидеть только с балкона да повернув голову в бок вот но если у нас с вами встречаются туристы они периодически у всех встречаются да принципиальные которым пусть и боковой но самый лучший в отеле вид на море нужен я как ни странно рекомендую вам продажи именно сайт сивью пусть они и дальше почему во первых это единственный пятиэтажный корпус на территории отеля во вторых боруд химера у нас с вами таком на небольшом холме там нету вестниц просто немножко холм есть и вот этот пятиэтажный корпус он у нас с двух летних этажей которого называется самый лучший в отеле но боковой вид на море на всякий случай еще раз хочу показать да что же у нас с вами такое боковой вид на море вот эту левую фотографию мы периодически получаем с коллегами в мессенджеры да с мотивацией того что туристам дана неверная категория номеров вот это вот фотография сделана с номером иногда делают прям с кровати да пытаясь найти делюк сайте вью вот и теперь смотрите я выхожу на балкон наших с вами гостей этих же самых и поворачиваю голову в бок и что мы с вами видим небо немножко пасмурное просто съемка была у нас с вами в декабре месяца да и вот мы спокойно повернув голову в бок видим да боковой вид на море вот эту правую фотографию да вот вот что такое боковой вид на море территория отеля очень зеленая повторюсь да вот и вот в связи с этим да можем с вами порадовать только боковым видом на море далее коллеги переходим к более животрепещущим темам вашим любимым вопросом по реновации реновация всех номеров у нас с вами была в двадцатом году первым пандемии нам все номера у нас с вами сделаны абсолютно в едином дизайне да вот такая вот теплая пастельная гамма и что касаемо номеров еще обращу ваше внимание чуть больше года тому назад бород химера начала работать по концепции pet friendly вот то есть мы размещаем с животными ну не нужно думать что сразу у нас побежала там стайка собак по территории отеля и так далее вот всего четыре номера одной категории это garden view делюкс garden view у нас размещают с животными весом до восьми килограмм на данный момент эта услуга стоит двадцать пять евро сутки только вот эти четыре номера с выходом на лужайку вот животное размещается можно сказать прямо рядом ну совместно да с родителями дается им маленький экстрабедик мисочка да и они совместно наслаждаются отдыхом и тут же сразу оговорюсь что на первом этаже в отеле у нас физически находятся либо делюкс либо вот эти четыре номера garden view для размещения с животными и три номера для инвалидов все дальше только инфраструктура отеля это вот в плане тех примечаний которые просят либо сугубо на первом этаже либо сугубо не на первом этаже вот то есть вот такие вот три категории всего на первом этаже находятся вот далее коллеги по реновациям инфраструктуре значит отельно ультра все включено в летний круглогодичный в зимней концепции у нас с вами два лякард ресторана в летней концепции пять лякард ресторанов из которых четыре бесплатно один за неделю отдыха можно на выбор посетить бесплатно из четырех вот платные соответственно в любой момент за дополнительную оплату да соответственно все лякарты функционируют только по вечерам далее коллеги ситуация с пляжем животрепещущий вопрос поскольку это поселки кунгкё и седэ центр да известная проблема о регионах седой Алании да прекрасные песчаные пляжи но очень часто каменистые входы в море да выходы скальных пород у нас с вами присутствуют вот к сожалению да что пунктёй что седэ центр на эту проблему у нас с вами попали вот летом мы делаем пластиковый понтон как в египетских отелях вот понтон у нас с вами длиной чуть меньше 100 метров вот поэтому как вы видите львиная часть проблемы у нас тогда когда турист уже давно пьет физически да у него что-то темнеет под ногами и все-таки более-менее приличный прям заход в море с левой и с правой стороны у нас с вами имеются но в основном конечно советую с левой стороны вот по променаду региона седэ от нас полчаса пешком до античного города вот и по химере это тоже еще не все несмотря на то что она у нас с вами работает сейчас вот этой зимой мы сейчас в данном случае увеличиваем наши водные горочки а вот у нас были вот эти вот две левые горки да и сейчас мы к ним добавляем вот такие две крученые длинные зоны приземления на мелководье вот горки откроются с мая месяца и так барут химера является нашим круглогодичным отелем в летнем сезоне одним из самых семейных ну и плюс один из самых русскоговорящих наших отелей если поберут химере вопросы так печатают кроме свимапов хороший вопрос очень спасибо лиза я сейчас вернусь на спутник и покажу подогреваемые бассейны помимо свимапов у нас подогревается вот этот детский бассейн и вот этот релакс пул для всех туристов вот этот график подогревов у нас каждую зиму меняется поэтому смотрите в описаниях отеля на сайтах в телеканале и так далее ну а теперь мы с вами переходим к более дорогим отелям и переходим к отелям с приставочкой борут коллекшн а вот борут коллекшн это наша собственная концепция все включено по которой работают 4 отеля поэтому будьте внимательны когда вы к нам в письмах пишите что мы отправляем туристов в коллекшн коллекшн это концепция питания в принципе невозможно туда отправить туристов физически и по ней работают 4 отеля то есть совсем непонятно о каком из этих отелей идет речь и так что же такое отели с приставочкой борут коллекшн это у нас с вами коллекция дополнительных услуг то есть системе питания все включено что нам с вами знакомо по стандартам а именно в этих отелях у нас с вами расширенный ассортимент напитков в этих отелях а-ля карта ресторана работают еще и на завтрак да плюс при наличии мест да у нас неограниченное количество посещений вечерних а-ля карта ресторанов да также из общих услуг у нас появляются зоны только для взрослых на пляжах отеля появляются вот для семей с детками да мини клубы работают непосредственно летом да более позднее время и так далее и так первый отель с которого мы с вами начнем это у нас с вами отель Варут Арум который находится в двух отелях чуть-чуть дальше от античного города Сиде от Варут Химиры да то есть два отеля нас отделяет вот соответственно тоже поселочек Кунькёй и так в Варут Аруме у нас с вами тоже существует два нюанса при продажах и так опять же таки спутник вот рассматриваем с вами правую фотографию здесь уже более прямоугольная территория отеля более классическая да верхняя змейка это у нас с вами главный корпус и вот это вот боковая длинная зона это зона анекс вопреки большинству отелей мира анекс зона у нас ближе к морю и в анекс самые большие по площади номера анекс зона у нас с вами длинный такой многоподъездный как наш с вами дом да этажностью от двух до четырех в анекс зоне отель возрастной обращаю внимание у нас с вами лифтов нет физически да поэтому все спокойно коляски оставляют внизу беспокоиться по этому поводу не стоит вот это первый нюанс да анекс у нас с вами ближе к морю второй нюанс у нас с вами заключается в виде из номеров обращаю ваше внимание на главный корпус на вот эту у нас с вами змейку вот и так в главном простите в корпусе у нас с вами находится стандарт они же супериоры напоминаю которые у нас с вами бывают лэнди то есть вид на окрестности на въезд в отель в том числе и супериоры которые смотрят на территорию нашего отеля называются superior seaside внимание коллеги что же у нас с вами такое seaside очень многие турагенты путают seaside сайте это все-таки у нас с вами разные вещи в подборе тура и в ваучере у вас идет стандарт две буквы с значит смотрите пожалуйста в чем разница значит смотрим на вот эту вот сторону отель сторону главного корпуса да в главном корпусе безусловно есть лифт они шестиэтажные вот итак смотрим по виду по теории по виду на море да у нас с вами прямой вид на море боковой прямой боковой прямой боковой прямой боковой прямой боковой плюс первые два этажа я называю здравствуй пальма это у нас с вами частичный вид на море то есть мы с вами в пределах одного здания, даже не просто здания, одной стороны здания мы с вами видим, да, как минимум три разных категории видов на море. Сами прекрасно понимаете, что если мы это начнем прописывать все в подборе тура, то все запутаются, особенно наши с вами туристы. Вот, поэтому отели в виде понятия Seaside, морская сторона. То есть вашим туристам может быть дан абсолютно любой из этих номеров и с юридической точки зрения нет возможности претензий. Вот, поэтому будь внимательнее при бронировании. Такой вот Seaside популярен очень часто у отелей с нетипичным строением здания, у возрастных отелей и так далее. Вот. Также у клубных отелей тоже встречается, так как пальмы растут, и клубные отели у нас с вами в основном двух-трехэтажные, и море зачастую уже даже на первой линии увидеть тяжело. Вот, итак, про Seaside я могу вам объяснить, вы можете тоже это понять, но согласитесь, что объяснить нашим с вами любимым туристам, которые видят волшебное слово СЕА из трех букв, да, они говорят СЕВЕВ очень многие, вот, объяснить, что слово, стоящее из четырех букв, перед или после, оно важнее, да, вот, это уже у нас с вами высший пилотаж турагентской деятельности, вот, поэтому, ну, еще одна самая распространенная причина, честно говоря, смотрите, когда вы подаете, например, большой компании, большой семье, да, два-три номера, одинаковая цена номеров, там и там два плюс один, да, все критерии, все параметры совпадают, одним достается вот здесь, например, пятый этаж, а вторым вот этот номер, да, вот, здравствуй, пальма, то сами прекрасно понимаете, что у этих ситуаций заканчивается скандалом, как сказал один ваш коллега, да, после этого родственников у них нету, ну, вот, то вот, чтобы не было так обидно, мы все-таки номера, в основном, безусловно, это верхние этажи, у которых виду на море не помешают елки, пальмы, кипарисы, мы выдали в отдельную категорию, которую назвали делюксами, то есть делюкс, по сути дела, от стандарта или супериора, да, у нас с вами отличается только вида. Итак, два таких нюанса по боруторому мы с вами обсудили, переходим к любимой теме реноваций. Здесь их было много, отель, в принципе, круглогодичный, но еще до пандемийных времен мы готовились, реновации начались как раз-таки зимой с 2019 до 2020 год, и каждую зиму мы закрываем с английского месяца и что-либо в отеле меняем. В итоге у нас прошла практически полная реновация. Из самых интересных и заметных моментов, что мы сделали. Безусловно, это пабликария. Самое главное для вас, номера мы сделали прошлой зимой, а вот они все у нас с таким вот таком вот дизайне. Вот эту вот нижнюю левую формулу я вам пыталась сейчас на пальцах объяснить, что делюкс равен супериору с видом на море, да, вот они здесь у нас с вами, видно море. Вот, и еще такой есть нюанс интересный, да, Арум у нас с вами возрастной отель, в котором очень большой процент европейцев, да, поэтому у нас с вами 70% что супериора, что билюксов, это номера твины. Самое частое примечание ваучера на рынке Европы – это твины у нас с вами. Вот, далее, коллеги, по главному корпусу, на последнем этаже находится пентхаус сьюта, где на просторной террасе появляются шезлонги, на центральных этажах главного корпуса премиум сьюта, где появляется еще и гардеробная, ну и в уголках вот этой вот змейки главного корпуса у нас с вами появляется очень интересная вариация фэмили, квин фэмили сьют, то есть это уменьшенная версия классического фэмили. Да, здесь две раздельные спальни с дверьми, но если родительская у нас с вами классическая, то детская у нас с вами уменьшенная, там одна-односпальная кровать, то есть это идеальный номер для, например, троих взрослых, либо когда мама едет с малышом и с бабушкой, да, вот, либо, например, пара со взрослым ребенком, да, не такой большой, как фэмили, но для троих идеально подходящий, двухкомнатный номер. Далее, коллеги, по аннекс-зоне, здесь у нас с вами всего две категории номеров, либо классические фэмили, самая любимая вами планировочка, бабочка, либо распашонка, две спальни здесь, да, один санузел раздельный, вот, в каждой спальне свои двери, да, и гарантированно в детское окно, а в родительской – балкон. И резиденции, самая большая категория номеров в отеле, трехкомнатные, две раздельные спальни с дверьми и гостиная, тоже один раздельный санузел. А вот такое здесь максимальное размещение 5 плюс инфан, то есть ваши нестандарты 2 плюс 3, 3 плюс 2 здесь можно спокойно размещать. Далее, переходя к теме инфраструктуры, да, напоминаю, что мы еще отреновировали, у нас появились в 22-м году вот такие вот высокие крученые горочки, вот, и также мы построили пирс. Напоминаю, что отель в двух, через два отеля от Барут Химеры, здесь тоже существует проблема каменистого входа в море, посерьезнее, чем в Барут Химере, поэтому мы построили деревянный пирс длиной 150 метров, с баром, с Wi-Fi, где спокойно разрешаем пребывание семей с детками, абсолютно бесплатный пирс. Итак, Барут Арумуна с вами, если не на реновации. Сейчас мы тоже закрыты, мы полностью обновляем все бассейны из ПАЦЕНТР, вот, и открываемся с 10 марта. Вот, итак, если не на реновации, то Барут Арумуна с вами тоже отель круглогодичный, который мы рекомендуем для спокойного отдыха пар, средний и старший возрастной категории, либо семей с детками. Но детки здесь, как правило, постарше, чем в соседней Барут Химере. Русскоговорящий контингент летом непосредственно до 15% доходит, вот, русскоговорящий персонал имеется. Есть ли у нас с вами вопросы по Аруму? Так, печатают у нас с вами вопрос. Подогреваемые бассейны. Здесь крытый при СПА-центре и один открытый, который в этом году функционировать будет в апреле месяце. Сейчас я вам его покажу на общем фото. Вот этот вот бассейн. Вот он, с пологим входом. То есть даже прогревается быстрее. Так, еще Марина с вами печатает вопрос. Ее вопрос. Так было всегда. Сиде и Аланья всегда песчаные пляжи, местами каменистые входы в море. Да, половина региона, что Аланийского, что Сиде, на таком проблемном входе в море. Еще вопросы? Так, больше нет вопросов. Вот переходим с вами к следующему отелю. И это один из наших флагманов. Это отель Акантус Дженет. Правильное название отеля Акантус Дженет. Ни Синет, ни Кинет, ни прочие ваши вариации. Вот, это не английский, не немецкий. Это у нас турецкий язык. Вот, и это первый отель семьи Барут. Барут – это фамилия хозяев отеля, чисто семейный династический бизнес. Вот, и с этого отеля в 71-м году началась наша история. Вот, и это одновременно является первым резорт-отелем региона Сиде. Основатель нашей сети господин Али Барут вот сначала в 71-м году построил отель, состоящий из нескольких трехэтажных корпусов, который назвал Дженет, что в переводе с турецкого означает рай. А вот чуть-чуть позже, в 87-м году, напротив, он построил пятиэтажный один корпус, который назвал Акантус. Этот корпус получил четыре звезды. Кто из вас очень давно работает в туризме, раньше продавали как троечка и четверочка два отеля на одной территории. Но в 2016 году, когда первому отелю исполнялось 45 лет, под юбилей, мы снесли все корпуса наших первых отелей, построили единственный корпус, но уже теперь пятизвездочный, и который по большинству версий входит в топ-пятерку лучших отелей региона Сиде. Причем во время сноса корпусов нам удалось сделать достаточно тяжелую вещь. Мы смогли сохранить часть сада. То есть получился новый отель, но с достаточно зеленой территорией. Обращаю ваше внимание на строение корпуса. Это у нас с вами галочка, раскрывающаяся в сторону моря, либо книжка, раскрывающаяся в сторону моря. Благодаря такому строению у нас в принципе нет номеров Land View. У всех имеется прямой, либо боковой вид на море. Итак, по категоринности номеров на вот этих вот длинных сторонах с боковым видом на море у нас с вами находятся стандарты, они же супериоры. Супериоры бывают двух типов. Супериоры просто сайт Сивью, боковой вид на море, это внешняя сторона галочки, а супериоры с приставочкой Pull View это вот внутренняя сторона галочки. Далее у нас с вами делюксы на торцевой стороне с прямым видом на море. Внимание, коллеги, в делюксах только French Bed физически, твинок там нет. Далее на первом этаже номера категории Swim Up с выходом в бассейн, общий только для этой категории номеров. Над свимапами, только с боковым видом на море. Вот эти вот два этажа прямо над свимапами, это у нас с вами Family Room. Почему здесь? Потому что это закатная сторона, это тихая самая сторона в отеле. Вот. И последний этаж, да, это у нас с вами пентхаус сьюта. Самая дорогая категория номеров в отеле. То есть всего пять категорий номеров. Значит, на какие нюансы я здесь хочу обратить ваше внимание. Значит, смотрите, номера Swim Up. Обращаю внимание, да, что здесь у нас с вами Д-образный бассейн. Все контракты мира подписаны одинаково. Мы с вами по подбору тура продаем Superior Swim Up только с боковым видом на море. Вот. Вот они все здесь находятся, да. А вот эти три номера, которые имеют прямой вид на море, по аналогии с выше находящимися делюксами, они называются делюкси-мапами. Из-за того, что их всего три, они не входят ни в единый контракт мира, а, возможно, к приобретению по фактическому наличию только на ресепшн-отеле. Даже на самом сайте отеля их не приобрести. Вот. Какую бы категорию номера не купил турист, да, ему говорят стоимость доплаты. И если все все устраивают, туристы только на месте могут переехать, да. Заранее это никак не бронируется. Вот. Далее по номерам. Значит, пять категорий номеров. Напоминаю, да, везде, кроме Family, у нас с вами Open Plan ванная комната. Надеюсь, все знают, что это такое, да. За отдельной дверькой душ, за отдельный туалет, раковиной отсутствия стенки в жилую зону. Везде в отеле только душ. Ну, и еще раз показываю, как выглядит свимап с боковым видом на море. Далее по инфраструктуре. Отель у нас с вами круглогодичный, работает на ультра, все включено. Вот. Здесь у нас хочу обратить внимание на такие моменты. Во-первых, самая из Барута Тели, самая расширенная концепция напитков. Здесь около 230 марок входит. Вот. И здесь у нас присутствует фирменная линейка коктейлей, которую придумал для нас один из самых известных европейских функционалов. Али Будрус, да, который можно попробовать именно только в этом отеле. Вот. И также, безусловно, кондитерская пользуется большим спросом. Вот. У наших гостей, поскольку у нас собственное шоколадье, и у нас мороженое тоже собственноручного производства. Вот. Далее, еще по инфраструктуре уже общего плана такой нюанс. Когда мы этот отель возводили заново в 2016 году, мы готовили его к политике только для взрослых. Но все-таки отель принимает пока семьи с детками, но у нас минимум детской инфраструктуры и минимум детей. Те детки, которые у нас здесь находятся, это детки дошкольного возраста, которым не нужна активная анимация, не нужны горки, да, чего здесь у нас с вами физически нет. Поэтому рекомендую данный отель имейте этот нюанс в виду. Итак, Барута Кантус у нас с вами отель круглогодичный. Вот. На первой линии по променаду у нас с вами всего лишь 15 минут пешком до античного города. Половина номерного фонда имеет вид на античный театр. Вот. И здесь у нас с вами прекрасный песчаный заход в море. Даю подсказку по Сиде-центру и Кунгкёю. Чем отель ближе к физически к античному городу, тем чище и лучше вход в море. Здесь ни единого камушка. Вот. То же самое по Кунгкёю. Чем ближе отель к соседнему поселку Еврентики, тем лучше и чище вход в море. Вот. Отели рекомендуем для спокойного отдыха пар и семей с дошкольного возраста. Детками тоже один из наших самых проевропейских отелей. И здесь даже в летний сезон 5-7% русскоговорящая клиентура. Вот. На русском языке как обычно ресепшн выстрелэшн с анимацией. Отель бутик планов всего лишь на 260 номеров для любителей компактных отелей. Есть у нас с вами вопросы. О прогреваемой бассейне могу угадать. Из открытых только свимап. А так крытый бассейн при спа-центре. В летней концепции да, на обед есть а-ля-карт. У нас есть снэк-бар. Вот здесь он у нас с вами выглядывает. Вот. Снэк-бар он же бич-бар, да, который в летней концепции работает с 8 утра до 23 часов вечера именно по системе а-ля-карт. Так, еще один коллега печатает вопрос. Напитки премиум да, присутствуют. Обращаю ваше внимание, факшиты отеля опубликованы на сайтах операторах, также в нашем телеграм-канале. Вот на последней страничке там есть перечень всех напитков по бренду входящих в систему питания. Переходим с вами тогда в следующий отель и мы с вами переезжаем из региона Сиде в регион Анталийский, а точнее туристический поселок Кунду, да, у нас с вами. Вот, и это на данный момент наш самый большой отель по площади и первый отель, который встречает ваших туристов на пути из аэропорта в сторону Кунду, поэтому, коллеги, с левой стороны у нас нет ни одного отеля, с правой стороны у нас с вами имеется второй отель региона Кунду, это Нирвана Космополита. Отель состоит из высокого десятиэтажного корпуса и длинной зоны аннекс. Аннекс зона, сразу говорю, потише, чем главный корпус. Так как территория отеля большая, сразу говорю, по расстоянию до моря. От главного корпуса до моря, где бассейны до моря, у нас 350 метров, от крайнего номера аннекс до моря 500 метров, карта территории отеля курсирует, но тем не менее информация к сведению. Итак, в 22 году отель прошел полную практически реновацию, у нас 16 категорий номеров и 3 новые зоны по территории отеля. Вот так это выглядит у нас с вами сверху. Вот подъезд в отель, вот он у нас с вами главный корпус в виде буковки P, и вот в виде буковки R перевернутый, да, это у нас с вами зона аннекс. Вот, аннекс зона у нас с вами делится на две части, вот эта верхняя часть в бассейн называется лагуна, нижняя часть называется вот эти два корпуса зоной гарда. Вот здесь возможно будет выглядеть чуть-чуть более понятно. Вот, итак, вот он главный корпус, да, и вот он у нас с вами аннекс корпус. После реновации у нас с вами базовая категория номеров, это делюксы, и делюксов у нас с вами пять видов. Давайте вот именно в делюксах разберемся, где что находится. Итак, начинаем у нас с вами зоны аннекс. Смотрите, если вы подаетесь зимой, обращаю ваше внимание, что вся инфраструктура находится в главном корпусе. Зона аннекс безусловно соединена с главным корпусом у нас коридором, но зона гарден соединена полностью с закрытым коридором, то у зоны лагуны, открытые. Вот здесь прям хорошо видно. Поэтому для семьи с малышами зимой непосредственно рекомендую либо зону гарден, либо главный корпус продавать. Итак, зона лагуны. Номера могут смотреть в лагуне у нас как на лагуну, так и в обратную от лагуны сторону. Единственная категория в лагуне, в которой все номера смотрят в обратную от лагуны сторону, это вот эти два корпуса, которые смотрят на территорию нашего отеля, это джуниор фьюты, и это самая тихая категория в отеле. Лагуна построена по единому принципу, на первом этаже у нас с вами делюкс лагун свимап, свимап не подогревается зимой, дальше у нас с вами делюкс лагуны, и последний этаж это пинхаус фьюты. Гарден зона построена еще проще, на первом этаже делюкс гарден свимап, вот именно они подогреваются зимой, и выше просто делюкс гарден. Посмотрим поближе на лагуну, вот так вот у нас с вами выглядят наши свимапы, очень популярная зона, наверное, самая популярная зона для бронирования именно в летнем сезоне, вот здесь у нас имеется свой собственный пулбар, вот он у нас с вами, вот также аннекс корпус, ой, простите, также снэк-бар здесь, которым могут пользоваться все гости отеля. Вот, итак, номера у нас с вами что в гарден-зоне, что в лагуне абсолютно одинаковые, вот везде у нас после реновации open-plan ванная комната, везде только душ, утюг и гладильная доска, капсульная кофемашина, и безусловный фаворит у дам, это утюжок для волос абсолютно во всех категориях номеров. Далее, коллеги, вот эти два номера дебюкса, но только в зоне гарден, окончание буковки R, у нас с вами превращается в единой фэмилии, но это не коннекшены, а объединяются они благодаря впереди находящемуся маленькому коридорчику, то есть вы из основного коридора здания, открывая дверь, попадаете в такой небольшой тамбур, и видите два независимых делюкс номера, соответственно, коннектятся только номера твины и френч, законнектятся два твина или два френча невозможно физически, вот такого плана фэмилии сьюты у нас, максимальное размещение пять факсов плюс эндфакт, а вот коннектятся делюкс гардены с фимапой в том числе, где мы спокойно размещаем семьи с детками, далее коллеги, лагуна, верхний этаж, пентхаус, сьюты, а здесь на просторном балконе появляются шезлонги и джакузи, а в ванной комнате свой небольшой хамам, безусловно, это у нас с вами категория, востребованная в первую очередь у молодоженок. Переходим с вами в главный корпус и сразу пользуясь случаем отвечу на ваш любимый вопрос про подогреваемые бассейны, еще раз делюкс гарден свимап, вот они подогреваются, далее вот этот бассейн с пресной водой с пологим входом и вот бассейн при спа-центре, он полуоткрытый, полузакрытый, да, с мазкой водой и с подогревом. Вот, ну и теперь переходим непосредственно в главный корпус. Вот у нас с вами буковка П, наша с вами, можно вот так вот на нее посмотреть. Номеров Landview, смотрящих на въезд в отеле здесь нету физически, львиная часть номеров у нас с вами находится либо вот этой длинной стороне, либо на параллельной ей. Кому удобнее на этом фото, вот здесь также показываю, либо параллельной ей, то есть по умолчанию с боковым видом на море. Все помним, да, по-русски мере, что такое у нас с вами боковой вид на море. Вот, итак, я вам сказала в самом начале, что пять базовых категорий делюксов. Две категории мы обсудили в зоне аннекса, это делюкс гарден и делюкс лагуны, и теперь, соответственно, три категории у нас остались в главном корпусе. Итак, первое, что по подбору тура у вас выпрыгивает на сайтах ТО, это делюкс это только вот эта сторона, смотрящая на соседний отель. Можно себе приписать, что делюкс сайт Севью равен нерванам 2. Вот, напоминаю, да, что сейчас идут ремонтные работы у соседей, да, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны при выборе категории. Вот, делюкс гарден, делюкс лагуны, они у нас с вами идут абсолютно по одинаковой цене, поэтому, особенно для семей с инфантами, я рекомендую, безусловно, зону анекс выбирать. Если вы хотите, чтобы номер у туриста смотрел на нашу территорию отеля, то на наши бассейны рекомендую бронировать делюкс полвью. Ну и последняя категория делюкса в главном корпусе, это делюкс дарик лисею, прямой вид на море, это вот только вот эти номера, вот она торцевая сторона. Внизу у нас с вами главный ресторан отеля. То есть три делюкса в главном корпусе, это физически три разные стороны отеля. Будьте внимательны при бронировании, да. Вот самые частые примечания, да, два номера рядом, но сами понимаете, что номера с разными видами из окна априори стенка в стенку быть не могут, да, в данном случае вот максимум, чем мы можем помочь, это одним этажом. и далее по категоринности номеров. На уголках с этими длинными белыми балкончиками у нас с вами корнер-сьюты, всего по два корнер-сьюта на каждый этаж, тоже, как вы видите, физически рядом невозможно. Вот, и вот эти вот верхние этажи, это всевозможные дизайнер-сьюты, самые дорогие категории номеров в отеле. То есть вот так вот быстренько мы с вами пробежали 16 категорий номеров. В главном корпусе номера чуть-чуть отличаются по дизайну, по цветовой палитре они более прохладные, но везде у нас с вами open-plan ванная комната, везде утюжки для волос, капсульные пафомашины и так далее. Также в главном корпусе номера чуть-чуть больше по площади, благодаря чему они у нас с вами размещают 2 плюс 2. Для деток у нас существует вот такой вот раскладной диван шириной метр сорок. Если у вас разнополые детки, вот этот нюанс я советую проговаривать еще, как говорится, на вашем берегу, чтобы на нашем берегу при заселении у гостей не возникало претензий и проблем. Вот. Далее, по инфраструктуре, после реновации 22-го года у нас теперь 9 а-ля карт ресторанов в летней концепции, из которых 8 бесплатных. Вот. Вот. Также здесь, как и в Акантусе, существует фирменная коллекция коктейлей от Олегу Друс, только совсем другая линейка уже. Также около 230 марок напитков. Вот. И также в нашей кондитерской имеется собственной шоколаде работает, да, и мороженое собственно ручного производства. Причем есть даже такие гастрономические ужастики, да, как безглютеновое и безлактозное мороженое. Ну, еще одна новинка из общей инфраструктуры реновации 22-го года это появление полноценных таких вот крученых горок, да, водных. Вот. Вот такие кобры и змейки радуют наших любителей адреналина. Обращаю ваше внимание, что у каждой горки индивидуальная длинная зона приземления на мелководье, в связи с чем физически у нас с вами функционирование горок, да, подогрев горок невозможен, и функционируют они только в летнем сезоне. Итак, Барут Лара у нас с вами отель круглогодичный, из наших один из самых русскоговорящих, и это, наверное, наш самый универсальный отель, вот, где можно спокойно, да, который можно спокойно рекомендовать как парам, так и с семьями, с детками. коллеги, отвечаю сразу на вопросы, опять же таки, да, любую, не просто так операторы у нас с вами включают в описание отеля именно ссылку на спутники, да, посмотрите, здание в виде буквы П, и физически три категории делюксов там находятся, просто даже элементарно, аналогически, умью будет смотреть только на бассейны, бассейны у нас с одной стороны здания физически, другая сторона здания у нас с вами это вот как раз таки смотрящий на соседний отель, сосед здесь тоже один-единственный, других вариантов нету физически, просто посмотрите на карту со спутника, у нас не стройка у соседей, у них просто ремонтная работа, дальше, круглосуточный а-ля карт в летней концепции есть, так, куча вопросов посыпалось, сейчас подождите, постараюсь не пропустить, да, полвью, да, боковой вид на море, полвью, это как раз таки на нашу территорию отеля, пляж у нас с вами песчаный, это кунду, при входе в море встречается мельчайшая галечка, кто-то даже называет крупный песок, кто-то называет гречка, у кого какие ассоциации, кабаны, коллеги, про цены не говорим, да, кабаны есть, в начале сезона будем узнавать цены, которые будут актуальны на сезон, да, сейчас, в зимнем сезоне кабаны не функционируют, так, есть пирс для любителей глубины, на диван, безусловно, можно двух деток, поэтому там размещение 2 плюс 2, я просто обратила ваше внимание, что диван один, а раскладной метр сорок шириной, а можно ли двух деток в данном случае, я рекомендую вопрос задавать туристам, да, чтобы они были к этому готовы, согласны они двух деток разнополых размещать, так или нет, схема расположения номеров на территории отеля невозможны, потому что из 16 категорий цифра будет на цифре в таком случае, вроде на все вопросы ответила, вот, нет, еще печатают, у нас есть собственные видеообзоры по отелям, где засняты все категории номеров, и объяснено их местоположение, про них я буду говорить про видеообзоры чуть-чуть позже, так, еще два пользователя пишут, да, коллеги, уже, наверное, третий, если не четвертый раз проговариваю, вот эта сторона, она имеет одновременно и боковой вид на море, и на бассейн, соответственно, и такая категория, так она и прописывается. еще на всякий пожарный, что в главном корпусе жилые номера начинаются с третьего физически этажа, первые два этажа это инфраструктура отеля, тоже у нас иногда пишут первый этаж, либо не первый этаж, но, к сожалению, ни там, ни там не можем помочь, отлично, да, так как отель круглоговичный, да, то у нас, во-первых, два зимних, два мини-клуба летний и зимний, и два, безусловно, амфитеатра, крытый и открытый. Ох, сразу видно, что это один из самых наших популярных ответов от отелей. Смотрите, сколько у нас с вами сразу ажиотажа в чате. Так, девушка что-то печатала и, видимо, передумала. Ну, с вашего позволения тогда будем двигаться дальше. Вот, и так, коллеги, по Барутларе это тоже у нас с вами еще не все. Возможно, ага, еще вопросы все-таки надумали, печатают дальше. Ну, начну потихоньку говорить, да, чуть больше года тому назад стенка в стенку с Барутларой отвечу на вопрос все-таки. Программы лояльности для клиентов есть, они написаны полностью на русском языке на нашем сайте baruthotels.com вот, программа лояльности Baruth Club. Вот, в ней несколько уровней участия также, как у авиакомпании в зависимости от количества прожитых ночей в наших отелях, причем суммируются все барут отели, да, не нужно постоянно в одном и том же быть. Вот, и это, эти уровни дают скидки на услуги внутри отелей. Например, кабаны, например, платные лякарты, ранний заезд, поздний выезд и так далее. То есть, это вот все плюшечки отеля, внутренние отеля, да, на которые у туристов платные, да, на которых у туристов появляются бонусы и скидки. вот, на цену это не влияет. Сразу тоже оговариваю, концепция полностью описана на нашем сайте. Апгрейда у нас в концепции нет для постоянников. Специально это хочу сейчас обратить ваше внимание. Вот, у нас очень большой процент постоянных туристов. У нас даже зимой от 60 до 80 процентов это постоянники. летом у нас от 20 до 40 процентов в зависимости от отеля это постоянные клиенты. Сами понимаете, отели физически стоят в стопах. Вот, поэтому апгрейд либо делать всем, либо никому, потому что туристы у нас с вами на пляжах и так далее встречаются, обсуждая эту тему, да, и чтобы не было обидно. Вот, неважно при концепции вот этой концепции Бород Клаб брон идет напрямую или через туроператора, турагентства нам в данном случае не важно. Главное, чтобы клиент у нас с вами проживал. Вот, как зарегистрироваться в этой концепции? Туристы делают это только самостоятельно. А вот, как правило, после второго заезда, да, вот, на ресепшн отеле либо August Relations отеля. Так, еще вопросики есть? В чате тишина, переходим с вами дальше. Итак, чуть больше года назад в стенках стенки Бород Лары у нас с вами состоялось открытие вилл, которые у нас называются Bayou Villas. И вот на карте я вам хочу показать, как это выглядит. Вот она, прямоугольная территория Бород Лары. И в виде буковки Г пристроены виллы. Виллы, по сути дела, это отель в отеле. У нас с вами собственный ресепшн, собственный ресторан, работающий по системе а-ля карт, собственный лобби-бар, плюс полноценное пользование инфраструктуры и территории Бород Лары. То есть, это у нас с вами виллы, на ультра все включено. Виллы у нас 24, четырех категорий. С одной спальней, с двумя, с тремя и с четырьмя спальнями. У каждой виллы, несмотря на такую систему питания, во-первых, полностью оборудованная кухня, где вплоть до стиральной машинки, все есть. У каждой виллы уже своя включенная стоимость проживания кабана на пляже. Вот розовеньким помечен путь на баге до пляжа, 450 метров буквально пару минут. Пляж у них под номером 11, стенка в стенку с пляжем Бород Лары состоит полностью только из кабан. У каждой виллы, неважно сколько здесь спали, но у каждой спальни своя гардеробная свой санузел по умолчанию. Вот сразу вижу вопрос. Это схема, это схема территории отеля, но это не схема номеров. Здесь нету 16 категорий номеров. Здесь только несколько категорий обозначено. Вот далее четвертая общая черта абсолютно для всех вилл это то, что у каждой по два бассейна. Один бассейн вот с морской водой и прямоугольный с морской водой с подогревом зимний период на данный момент включен стоимость проживания. Вот он у нас идет как private pool. Второй бассейн сделан в виде плесноводной лагуны без подогрева. Как вы видите, это фактически шевинг пул, который объединяет отдельно каждую категорию вилл, но в связи с тем, что перешей к момент соединения он у нас с вами узкий, то по сути дела как шевинг пол он практически не используется. Поэтому мы и говорим, что у каждой виллы в итоге по два бассейна. Виллы напоминают 24. Все виллы, вот у нас с вами фотография с дрона реальная, вообще бою переводится как это североамериканский индейский фермен вяло текущей руках реки, с высоты птичьего полета все это бассейны сливаются и действительно руках реки, так как все-таки небольшое движение здесь есть, поэтому это вяло текущей руках реки. Итак, виллы односпальные, это единственный вариант у нас с вами одноэтажных вилл, все остальные категории вилл по умолчанию у нас идут с вами трехэтажные все виллы построены по единому схеме вот в данном случае односпальные виллы первый этаж и еще и единственный вот здесь у нас с вами гостиная с обеденной зоной кухня гостевой санузел спальня со своей гардеробной санузлом плюс терраса с выходом в два бассейна везде у нас расширенный мини-бар косметика бунгари и сразу мы засаживали высокой зелени стремимся к максимальной приватности наших дорогих гостей виллы более дорогие как я уже оговаривалась все кроме одноэтажных кроме односпальных вилл все у нас идут трехэтажные давайте рассмотрим на примере самых дорогих вилл четырехэтажных ой четырехспальных простите вот итак первый этаж все аналогично предыдущей вилле только все более просторное да гостиная у нас с вами гостевой санузел кухня спальня со своей гардеробной санузлом плюс терраса с выходом в бассейн вот второй этаж у нас с вами состоит из оставшегося количества спаррин в данном случае у нас три спальни на втором этаже и третий этаж у нас коллеги ой простите второй этаж у более простых вилл у нас с вами да на втором этаже либо одна либо две спальни соответственно да мастер бедрум будет всегда только на втором этаже а третий этаж у нас с вами идет не верхний а нижний цокольный и это у нас с вами релакс этаж здесь массажный кабинет джакузи хамам сауна бильярдная зона с тренажерами по сути дела свой мини-спа на дому остается вызвать только массажистов а в самых дорогих четырех спальных виллах у нас с вами появляется коллеги рояль гостиной лифт для удобства при движении гостей и также рабочий кабинет это только четырех спальные виллы все остальное у нас с вами идентично вот на данный момент наши виллы являются одними из самых новых вилл Анталии однозначно самый ближайший к аэропорту в центре и к шопингу ну и плюс такими редкостями как спа-этажей и по два бассейна один из которых с морской водой из-под огреем виллы круглогодичные так же как и весь комплекс борут лара есть у нас с вами вопросы по виллам так печатают у гостей вилл собственный а-ля-карт ресторан плюс полноценное пользование инфраструктурой борут лары и плюс еще бесплатный рум сервис поэтому очень многие клиенты вилл даже в свой собственный а-ля-карт не ходят а просто все заказывают на виллу в принципе лакшери сезон сегмент я делю на две такие части первая часть это так скажем для такой категории лакшери клиентов которые любят себя показать других посмотреть выглядят все платья от кутюр а вторая категория для тех туристов которые хотят полную приватность чтобы их никто не видели и не слышали вот мы как раз таки для второй категории туристов вроде тишина в чате тогда мы с вами переходим к следующей нашей новинке второй новинке сезона 24 вот и мы с вами как раз таки переезжаем с Анталийского побережья на побережье Гейского моря вот и чтобы вы немножко смогли сменить атмосферу прочувствовать атмосферу Игейского побережья я бы хотела вам показать тоже еще один наш видеоролик так сейчас минутку вот так запуталась в количестве видеороликов нашла итак коллеги атмосфера Игейского побережья я правда не знаю есть ли у вас звук есть отлично есть ли у вас у меня с видео как бы все проходит нормально так коллеги у кого было звук и видео у кого вода видите все нормально у кого было звук и видео до согласитесь да что очень интересный отлично очень интересный музыкальный подбор вот многие до ваши коллеги сразу говорят что это греческая музыка действительно данная мелодия вы можете найти везде в интернете в википедии называется как песня сейкиласа написана она греков и на данный момент это является самым первым в мире полностью сохранившимся музыкальным произведением которому практически 2000 лет вот и как раз таки было найдено оно в этих местах его воссоздали вот мы теперь используем его для рекламы своего отеля и так мы выкупили практически полностью полуостров в районе дедим это курортное местечко эгейского побережья вот не путать бодрумом коллеги мы не бодруме а вот и называется отель анда бору коллекшн и так вижу у нас с вами этот загадочный дедим находится давайте еще раз попробуем тоже проэкспериментировать с видео но тут у нас с вами будет без звука поэтому не переживайте вот здесь дронов да со спутников заснято начало нашей стройки почти полтора года тому назад вот так вот увидела до полуостров то есть мы строимся с нуля и у нас с вами соседи как вы видите только непосредственно поселочек с пилами вот и так где у нас все-таки находится наш полуостров деле дже анда бору коллекшн и этот загадочный дедим мы практически с вами по центру между аэропортом прилетов бодрума милос и измирским аэропортом в киломатражах и по расстоянию по карте вы видите что есть разница но у нас с вами из бодрума всего лишь чуть меньше 80 километров до но бодрум из бодрума ведет просто шоссе вот и напоминаю что бодрум у нас с вами постоянно стоит в пробочках да вот то из измера у нас с вами несмотря на то что чуть чуть больше да по километражу но там скоростная полупустая трасса поэтому да по времени в итоге получается одинаково час 15 плюс минус с обеих сторон трансфер будет занимать вот и так посмотрим еще раз на наш полуостров деле дже и так коллеги вот здесь чуть южнее у нас с вами дедим дедим он уже идет в сторону до измера кушадас и вот в сторону до эгейских всех известных городков 3 вот мы тут пока первый отель но в будущем не единственный вот с одной стороны у нас с вами небольшая бухточка физически да и вот с этой стороны тоже совсем небольшая бухточка но львиная часть полуострова все таки смотрит на открытое море и так анда это наш будущий самый большой отелей по площади по количеству номеров и в реале мы на данный момент видим вот так благодаря тому что это полуостров 90 процентов номеров нет прямой вид на море а территории отеля делятся на три зоны первая зона у нас с вами только для взрослых со своими категориями номеров базовая категория в этом отеле все-таки делюксы да и в зоне для взрослых у нас также встречаются свимапы и пинхауса центральная часть территории отеля называется смешанная зона и здесь у нас вообще масса категорий номеров включая пинхаус и президентские сьюта для больших семей и компаний которые также имеют собственный приватный бассейн на террасе далее третья часть отеля называется семейная зона вот именно в этой зоне у нас встречаются вот эти 10 процентов номеров которые имеют вид в обратную от моря сторону здесь тоже масса категории номеров включая свимапы где мы спокойно размещаем с детками и здесь по сути дела у нас с вами базовая категория делюксы и также как бару плаве два делюкса у нас с вами объединяются в единый фэмили сьют благодаря впереди находящемуся маленькому коридорчику коллеги вот я вам могу показать сейчас реальные номера как отель у нас с вами скоро уже открывается первого мая напоминаю вот и это например номер зоне для взрослых и вот тут например номер в семейной зоне также как и бору тлары здесь в анде появляются виллы которые аналогично называются бою виллос но в данном случае уже имеют приставочку либо бою виллос дидем либо бою виллос дилиджи полуостров дилиджи на котором мы находимся в данном случае идет о 14 виллах редчайшая вещь семь вилл в зоне для взрослых и семь вилл в смешанной с детками зоне все виллы одноэтажные со своим private pool они с одной либо тремя спальнями и так как это практически первая береговая они еще имеют практически все прямой вид на море и вот как как вот вид на море у нас с вами виден из спальни например далее коллеги по инфраструктуре сильно мучить вас не буду обращаю ваше внимание что отель работает на ультра все включено а вот есть тематический даже бар джаз бар у нас появляется для любителей до такой вот музыки и по инфраструктуре хочу обратить внимание на два момента первое если кто-то из вас занимается группами здесь очень большая зона майс и второй момент который интересен безусловно всем нашим пляжным туристам впервые у ворот отелей здесь появляется целый парк приключений да по сути дела это у нас с вами аквапарк и слуна парк два в одном вот функционирует он только для гостей отеля он бесплатный также здесь находится вся детская зона да мне с мини клубом и также вся спортивная зона спорта не вот далее животрепещущий вопрос по поводу пляжа и и бассейн есть подогревом есть бассейна водой а вот общего пользования на что хочу еще обратить внимание это на пляж и гейка вот ту на эгейском побережье у нас с вами очень часто до каменистые входы в море вот нам повезло то что мы полуостров у нас с вами я делала акцент на карте со спутника что у нас сами что с одной стороны что с другой стороны небольшие бухточки да вот и у нас здесь есть да хороший и заход море хороший пляж но все-таки по периметру территории отеля это у нас не каменистый вход моря поэтому на данный момент запланировано 5 пирсов отель открывается на с вами 1 мая 24 года анда боруд коллекшн если у нас с вами вопросы по отелю есть печатают по протяженности пляжа еще сказать что-либо тяжело поскольку пляж еще физически не засыпался да поэтому сможем ответить только в апреле месяце физически на этот вопрос бухта вот они по основанию основания полуострова получается в семейной зоне зоне для взрослых концепции отеля опубликованы опять же таки также как все концепции отелей либо в описании на сайтах то либо в нашем телеграм-канале в том числе ждем еще одна коллега печатает набор персонала ведется сами понимаете до открытия отеля еще два месяца вот для детей классическая инфраструктура всех турецких отелей включая мини парк мини клуб детские бассейны инфраструктура детские площадки мы с вами только что обсудили как раз таки парк приключений целый для детей ну если вопросов нету то дальше я хочу сделать акцент на таких вот моментах тоже была масса вопросов на эту тему значит смотрите коллеги мы сделали цикл видео инфратора по всем нашим отелям где вы можете увидеть абсолютно все категории номеров включая санузлы мы подняли дроны показали где в каких корпусах куда какие категории смотрят физически вся инфраструктура каждый бар каждый далекат ресторан детская взрослая спортивная и даже вход в море с дронов засняты там все объяснено еще более подробнее чем объясняла я вам сейчас вот поэтому если у вас возникают вопросы либо ваших клиентов рекомендую сразу смотреть идет вот так что физически да мы не 24 часа в сутки доступны да это ваш самый главный помощник да и эти видео обзоры отвечают на 99 процентов вопросов ваши ваших туристов можно даже в принципе не мучиться просто этот видеоролик перекинуть туристу по ватсапу вот где их найти либо на нашем youtube канале именно русскоговорящая версия у нас четырех язычный либо на нашем телеграм-канале у нас два телеграм-канала мы отделили виллы все таки в отдельную группу а в отдельный канал а значит в телеграм-каналах все фото и видео можете спокойно использовать для рекламы соц сетях также обращаю внимание на закрепленные сообщения в телеграм-канале наверху ссылки на эти видео обзоры на все концепции отеля на подогреваемые бассейны да на всю самую важную информацию закрепленные сообщения вверху телеграм-канала а русскоговорящий отдел у нас с вами состоит из двух трех менеджеров да ртуру нас тоже прекрасно говорит по-русски не переживайте все втроем мы с коллеги находимся в анталии далее поэтому отвечаем на ваши звонки только в режиме вайфая да то есть через мессенджеры а вот и на всякий пожарный да что наши контакты для вас мы ваши палочки вручалочки для туристов все-таки существуют ресепшн гестерлейшн странички от или сутки тях и так далее если у нас с вами еще вопросы печатают коллеги подождем буквально коллег спасибо вам большое спасибо спасибо всем напоминаю да что наши контакты тоже у вас верху закреплены и плюс на нашем стенде можно обменяться визиточками коллеги спасибо спасибо всем спасибо так все-таки подождем пока все коллеги напишут вдруг там все-таки есть вопросики спасибо 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 Спасибо. 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 Спасибо.